Уже через полгода школа в Новой Самаре должна быть готова к приему первых учеников. Строительство вышло на финишную прямую. Сейчас основной ветровод – отделка фасада и интерьера. Сегодня качество исполнения оценил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Он прибыл на стройплощадку в сопровождении губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. Учебное заведение строится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Идея такова – есть новостройки, значит должна быть и вся необходимая инфраструктура. Школа на 1200 мест в микрорайоне Новой Самары имеет стратегически важные значения. Город стремительно развивается к северо-востоку от центра. И для жителей новых кварталов необходимо обеспечивать доступность образования. Это заведение будет соответствовать всем современным учебным трендам. Кроме того, на этой площадке появится масштабный спортивный комплекс. Строительство школы идет в плановом режиме. Работают две подрядные организации. Уже началось благоустройство пришкольной территории. Параллельно с возведением зданий обустраиваются подъездные пути. Единственный раз работы отложили на неделю в начале режима самоизоляции. Но далее строительство возобновили с соблюдением всех противоэпидемических требований. «Сейчас у нас дети, которые планируются на эту школу, есть три школы Краснодарского района. Эта школа крайне востребована. У нас очередность по Новой Самаре более тысячи мест». Темпы реализации национальных проектов и меры по поддержке экономики Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили во время рабочей встречи уже после осмотра школы. «Сейчас нормализуется ситуация и вижу, что принимаются все меры к возвращению нормальной жизни. Стройки возобновились, работа предприятий, восстанавливается экономика, все эти меры». «Строительство школы, которое благодаря нацпроекту откроет свои двери, я уверен, уже в этом году, до конца года на территории Самарской области. Мы по всем объектам нацпроекта движемся ритмично, Игорь Анатольевич. Мы стройку практически не останавливали. Неделя была первая, нерабочая. После этого везде строительственные объекты двигались. То есть это позволяет нам по первую очередь объектам национальных проектов идти либо в графике, либо даже в некотором опережении». Самарскую область отметили как один из самых успешных регионов и по национальному проекту безопасные качественные автомобильные дороги. Деньги на строительство, ремонт, реконструкцию новых транспортных артерий стабильно выделяются из федерального бюджета. Правительство помогает регионам не допустить экономического падения, поддерживая бизнес субсидиями и льготами. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.